Ну что ж, друзья мои, мы сегодня с вами идем в большой мультибрендовый магазин, универмаг, можно сказать, который называется Саймонс. Это один из больших таких канадских универмагов. Его вход офис находится в Кубеке, во французской Канаде, а у нас в Онтарио он очень мало где редко представлен, но вот в некоторых шопинг-центрах он есть. Вот называется он, вот так вот он называется. А я всех приветствую в Канаде на моем канале. Очень надеюсь, что вы останетесь со мной, если вы первый раз у меня на канале. Я живу в Канаде, в провинции Онтарио, в пригороде Торонто. И мой канал о всяких красивых одежках, украшениях, обуви, сумочках. Я не профессиональный стилист. Я просто люблю ходить по магазинам. 90 долларов. Здесь разные бренды представлены, которые очень редко представлены в других магазинах, если честно. Посмотрите, какая красота и пестрота. Боже мой, зеленая, желтая. Вот где весна. Вот куда надо идти за весенним настроением. Многие из этих брендов, я просто их, честно говоря, даже не знаю. Потому что они вот очень специфические именно для этого магазина. И здесь много-много разных компаний. Ну, правда же. Вот где летние вещи. Я ходила в Манго. Там, помните, все такое мрачное, темное. А вот здесь, вот самое оно. О, боже, какая прелесть. Посмотрите, какая прелесть. Вы знаете, что 70 долларов. И не так уж и дорого, какое симпатичное платьице. Смешное. Я хочу сходить здесь на второй этаж. Я никогда здесь двухэтажный, на самом деле, магазин. Я никогда не была здесь на втором этаже. Мне очень интересно. По-моему, там обувь. А, смотрите, какие перчики. Ах, вы только посмотрите, какие перчики. За 45 долларов вы можете стать обладателем. Свет плохо и плохо видно. Вот такой вот чудесной рубашечки. Кстати, я начала говорить, кто первый раз у меня на канале, объясняет, что я не профессиональный стилист. Я никого не учу, как одеваться, что делать. Это, знаете, как шопинг с подружкой. Просто погулять, посмотреть на вещи, попримерять, посмеяться. Создать себе и другим хорошее настроение. Вот об этом мой канал. Какая симпатичная кофточка. Ну, вы знаете, что я хочу кардиганчик. Хочу поехать на второй этаж, посмотреть, что там на втором этаже. Посмотрите, какие красивые, яркие надежки. Да, мы пришли как раз туда, где надо, если вы хотите весну. Вот, сейчас я поеду на второй этаж, но я должна вам это показать. Вот такой вот бюстгалтер, манекен, одет вот с такой вот одеждой. Боже мой, здесь музыка не гремит. Вот он. Это самый настоящий бюстгалтер. Стоит он 80 долларов. Прелестно, прелестно. Здесь есть, кстати, люксовые вещи, которые я вам тоже покажу. Но все-таки давайте поедем на второй этаж. Ой, нет, подождите. Вот такое я должна вам показать. Вот это платье. Боже мой. Я люблю перья. Но я хочу вам сказать, что перья очень не могу цена найти, этикетку не могу найти. Перья очень полнят. Потому что они создают такой объем. Если у вас своего объема много, я уже это испытала на собственном опыте, то с перьями у вас будет его еще больше. А на втором этаже мужской отдел. Понятно. Сейчас поедем вниз, потому что нам мужской отдел неинтересен. Но посмотрите, какие костюмы для мужчин. Какая прелесть. Вот это да. Я в восторге. Какие краски, какие фасоны. Блин, не могу найти эскалатор вниз. Сейчас надо съехать. Зато пока что посмотрите на мужские костюмы. Я пока буду искать 250 долларов пиджак. Он такой малюсенький. Я вполне могу его на себя надеть. Но очень дорогой. Представляете, эскалатор не нашла, я до ногами. Вот вам вид сверху. Большой-большой-большой универмаг. То есть вверх, вверх на эскалаторе, а вниз ножками. Вот как оно устроено здесь все. Ладно. Я поняла. Заводка. Вы знаете, я спустилась и набрела на очень интересный корнер в этом магазине. Вот там все было такое цветное и яркое. А здесь наоборот. Все такое приглушенное, базовое. И очень симпатичные трикотажные вещи. Вот смотрите, какая красота. Блестящий светорок. Немножко с люрексом. 109 долларов. Протяга. И очень-очень такие интересные, симпатичные, простые. Они без всяких фокусов. Вот такая вот, так называется, бренд. И такая одежда, знаете, ну, хотела сказать базовая. Но тут увидела. Увидела вот такой свитер. И поняла, что не очень-то уж она и базовая. А очень даже веселенькая. Но очень много есть таких вот базовых свитеров. Видите, однотонных. Шерстяной, например, свитер за 89 долларов всего лишь. Кашемир за 300. Ого. Кашемир хороший. Чувствуется прямо. А, 300 это он на сейле. А так он стоил 495. А это шерсть. За 89. Очень красивый цвет. Просто камера немножко искажает. Но очень красивый цветов. Шерстяные свитера. И вот такие вот красивые просто трикотажные свитера. За 40 долларов всего лишь. Представляете, стоили 600. Недорого. А, ну это уже какой-то другой бренд. Вот так он называется. Видите, здесь такие бренды. Я их не знаю. Я серьезно их не знаю. Потому что они очень мало где магазинов у нас представлены. Повторюсь, что этот магазин в основном, его много этих универмагов в Квебеке, французской Канаде. А вот у нас в Антарию их очень мало. Очень симпатичная жилетка. За 80 долларов. С такой вот вышивкой. Миленькая кофта вся. В общем, да. Неплохо. Совсем. Совсем неплохо. И цены вполне такие, знаете, ну ничего страшного. По нынешним временам я после манго вообще в таком шоке, честно говоря, что... Вот, посмотрите, какой красивый тоже слюдится. 90-89 долларов. Есть вот такой вот. И есть черный цвет. Очень лодна сейчас вся кассетка. Ой, здесь такие очень-очень миленькие трикотажные вещи. 150. Посмотрите, какой хороший. Кардиганчик с вышитыми цветочками. 140. Это тоже какой-то другой бренд. Тоже его не знаю. Ну вот такие всякие. В общем, есть очень симпатичные свитера. А сейчас мы с вами попадаем в люксовый угол, так скажем, да. Это называется салф-портрет. Видите, это известно их платье. 625 долларов. У них они известны вот этими своими платьями кружевными. Видите, каждая вещь висит с такой прищепкой. Вот с такой вот замком, с кодом. То есть вы сами не можете взять это, мерить. Вы должны вызвать продавца. 750. И он вам отстегнет это все. Ну, это известный бренд. Салф-портрет. Вот помните, когда вошли в моду кружева? Вот недавно платья кружевные. Вот это вот от них все пошло. Вот такие вот кружавчики. Это как-то немножко вышло из моды, но тем не менее. Они остались верны себе и продолжают производить эти изделия. Вот такая вот компания итальянская. Тоже не знаю название. Я не очень большой специалист в люксе, если честно, девочки. 1195. Вот такое платьице. Так, это этот же бренд. Ну, цены я не знаю, говорить вам. Здесь у нас, да, по люксу мы дарим. РД. Ну, РДМ я знаю. Не была коллаборация с этими, поэтому. 2025 долларов. Офигеть. Просто офигеть. Но РДМ, вы знаете, у них очень красивые вещи. Посмотрите, какой. Свитер. Ничего не скажешь. Люкс самый настоящий. Сумки. Сумка. Сумочка Атака на студию. Применят Бальман. Сумка, не пойму откуда. Ну, и здесь разные всякие. Вот это на фейлионе дизайнер. Дизайнерская одежда. О, вот здесь есть Маримека. Это, наверное, единственный магазин в Канаде, наверное, который продает изделия Маримека. 452 долларов. Вот такое вот Маримека платится. Здесь еще есть маленькие вот эти сумочки. Жак Мил. Большая сумочка Жак Мил. Маримека посуда. Свечка за 40 долларов на сейле стоила 75. Очень долго. Чашка. 30 долларов. Не так уж дорого. Свечка стоит дороже. Ну, и в общем. 42. Неужели это тоже Маримека? Нет. Не может быть. Хотя. Нет, это не Маримека. Это другой бренд. 50 долларов. Вот такая чашка. Может быть, за пару. Не знаю. Какой розовый пинг. 1195 долларов. Пальтишко. Вот такая компания. Какое-то оно перекушенное. Не знаю. Ну, вот так. Пойдем полюбуемся на перышки. И давайте пойдем что-нибудь примерим. Так. Нет. Вот это я хочу посмотреть. 585 долларов. Юбка. Ракушки и перья. И такая же юбочка коротенькая. Так, почем? 515. Немножко короче. У меня что-то в последнее время очень плохо. Очень плохой фокус. Просто не знаю. стаут. А, ну, я знаю такую компанию. Она не дешевая. Смотрите, какое красивое платье. Боже мой. Тед Бейкер. Компания. Тед Бейкер Лондон. 495 долларов. И вот оно, кстати, висит вот так свободно. Без всяких прищепок. Как интересно сделаем платье. Какая офигенно красивая расцветка. Здесь есть очень красивые вещи. Но это тоже что ли, Тед Бейкер. Да, но они очень... Все ужасно дорогие. Здесь написано 565. Тоже очень красивое платье. Но Тед Бейкер это известная очень-очень дорогая компания. Ну, как очень, но дорогая компания. Так, Хугабосс. Почем? 595 жакет. Красивый зеленый цвет. И брючки. 348. Вы знаете, что? Дорого, но не смертельно. Я имею в виду по сравнению с ценами, скажем, на тоже Мари Мэк. Так. Вот Майкл Корс. Вообще дешевка. Брючки 165 долларов. Можно сказать, вообще даром. И пиджаки. Жакет. Белый, желтый от Майкл Корс. Да. 295. Ну, знаете, Майкл Корс это дорогой бренд. Я небольшой фанат Майкл Корс. Но это не дешевая компания, но это не дешевая компания. Вот снова Хугабосс. Видите, здесь все перемешано, перемешано. 168. У меня очень плохо фокусируется в последнее время телефон, девочки. Я не знаю, что мне с ним делать. 225 юбка от Майкл Корс. Красиво. И вот оранжевые пиджаки, которые я... Помните, я примеряла? В H&M 279. Это какая-то компания Inwear. Не знаю, как она называется. Вот такой вот тоже оранжевый жакет. Я продолжаю гулять по этому магазину. Хочу сказать, что я нашла несколько очень приятных вещей для примерки. Примерки будут в следующем видео. Обязательно посмотрите. Там есть кое-что интересное. И нашла, в общем, достаточно хороших вещей в этом магазине. Как вы видите, вот много очень летних вещей. Натуральных, льняных, хлопковых. Но их я не взяла в примерочную. Может быть, в следующий раз. В общем, есть на что посмотреть. Цены вполне себе такие приемлемые. Ну, не очень дешево, конечно. Ну, в общем, разные цены. Конечно, фирменные вещи дорогие. А вот такие вещи попроще. Они подешевле. Плюс очень хорошие скидки. Вы увидите в следующем видео. Я вам покажу то, что я нашла. Есть... В этом магазине продаются обувь, продаются сумки. Вот это замшевые сумки итальянские. Сделанные такие в Италии. Цены, ну, такие. В районе 150-200 долларов, что, в принципе, не дешево. Вообще сумки из замши, они, как правило, вообще дешевле, чем кожа. Но вот эти не очень. Но красиво. Мне понравился этот стиль Бохо. Такие красивые цвета. Интересные сумки. Ну, а на сегодня, в общем-то, почти что все. Увидимся с вами в следующем видео. В видео примерах из этого магазина. Всех люблю. Целую. С вами была Дита из Канады. Всем пока. Ба-бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok